всем привет с вами не агара и продолжаем читать визуальную новеллу антарес и у нас пятница 15 июля героиня наша спит сознание проник звук приятный успокаивающий будто колыбельная дождь звук падающих капель всегда убаюкивала меня в любое время суток я села на кровати и выглянула в окно и вправду небо затянуло тучами и дождевые капли разбиваются холодную землю ах как же хочется заснуть под эту прекрасную мелодию дождя кажется я проснулась раньше чем зазвонил будильник руика все еще спала было еще немного времени чтобы подремать я решила поспать до звонка будильника я закуталась в одеяло поудобнее устроилась на кровати и вслушивалась стук капель за окном и вскоре пора вставать противный пищащий звук наполнил комнату а еще пять минут из-под простыней вылезал вылезла рука руика отключил будильник и снова спряталась руика не захотела вставать не часто такого видишь приложив все мыслимые и немыслимые усилия чтобы побороть сон я медленно выбралась из кровати я перевела будильник на 10 минут вперед чтобы руку не проспала весь день и начала собираться перед выходом я последний раз выглянула на улицу просто стена ливня у нас нет зонтиков поэтому я совершенно точно промокну насквозь придется бежать прикрыв голову портфелем я помчалась к школе через двор толку от портфеля было чуть так что уже через пару секунд мою одежду нужно было выжимать еще и видно было не дальше собственного носа я не заметила идущего навстречу человека пока мы не оказались слишком близко и прежде чем я успела что-либо сделать мы столкнулись мы оба упали на мокрую горошку мой портфель перевернулся в воздухе из него выпало несколько тетради моментально раскишивших под дождем господи что это черт хотелось громко выругаться но в данный момент было кое-что более важное так как это случилось по моей вене эту надо было проверить не пострадал ли тот кого я сбил из ног извините вы в порядке увидев кто это потеряла дар речи кайс мире у меня равнодушным взглядом всего мокрых волос капала вода одежда прилипла к телу я подарила его таким же взглядом в ответ после вчерашнего я считала что вправе забудьте вежливости и не извиняться перед ним и все же так себя вести было не в моих правилах прости я попыталась стать но жутко боль ноги пригвоздила меня обратно к земле я опустила взгляд и поняла что соединила колено камни дождь уже смыл почти всю кровь но рано все еще немного кровоточила печально я всего лишь хотела добраться до класса не промокнув за что мне это почему я столкнулась каем школе сотни учеников почему это должен был оказаться именно он мне хронически не везет ох болит кай который все еще сидел на земле заметил мое разудранное колено все нормально тебе все равно нет никакого дела до меня так что иди себе куда шел я снова попыталась стать но как и в прошлый раз позорно осела на землю любая нагрузка на колено отдавала ноющей болью великолепно именно тогда когда хочется убраться куда подальше я не могу черт мимо проходили ученики но они были слишком озабочены тем чтобы поскорее спрятаться от дождя они обращали на нас внимание к медленно встал протянул мне руку позволь тебе помочь я же сказала что все нормально не упрямься я же вижу что нет он подошел ближе но я отвернулась сама справлюсь как знаешь тогда я пойду к развернулся и продолжил свой путь даже не оглянувшись не могу поверить он действительно оставили одну под дождем впервые увидела такого черства бессердечного человека конечно я упрямилась но только для видимости ни один нормальный человек не оставил бы девушку в таком положении добраться до класса могла только ползком но надеюсь до этого не дойдет и рю или люциан придут ко мне на помощь а внезапно меня кто-то поднял земли а я закричал осознав кто это сделал кай крепко держал меня на руках я чувствовал себя спокойно и защищенную в его руках а тепло его тело прогоняло озноб я на секунду потеряла дар речи просто смотрела на его лицо он настолько промок что даже на кончиках ресниц дрожали капельки по его лицу стекал дождь а он смотрел на меня но даже теперь я не была готова его простить он поступил вчера отвратительно и всего один хороший поступок не могу скупить его вину отпусти нет я сказала отпусти нет я говорю серьезно нет я тебе ненавижу нет всем уже ничего не скажет отпусти я пиналась и извивалась в руках кая но он оказался сильнее чем могло показаться на первый взгляд я буду стоять на месте пока ты не прекратишь я не прекращу пока ты меня не отпустишь тогда я просто подожду пока ты не стратишь все силы отпусти отпусти кай чтоб тебя вот так успокоилась нет я отдышалась и неосознанно прижалась каю как маленькая и богу я хотел ответить ему каким-нибудь оскорблением но слишком вымоталась и не смогла ничего произнести кай пошел к школе вскоре мы оказались холли скрывшись от дождя до начала уроков оставалось сегодня ничего поэтому в коридорах было полно учеников они все замерли шокированы и принялись пялиться на нас со все возрастающим ужасом мысли кай держит на руках девушку мне ее жаль он хочет ее похитить кто-то обязан его остановить все были удивлены этой сцены откровенно таращились на нас даже не пытаясь скрыть этого как стыдно эта сцена которая могла бы стать романтичной при других обстоятельствах была самой унизительной в моей жизни это мне надо жаловаться довольно тяжелая для своей комплекции что да как ты помолчи если бы не я ты бы там утонула ты считаешь меня совсем беспомощной ты и есть беспомощная что ты слишком зависишь от других и не способна позаботиться о себе самостоятельно когда же ты наконец поймешь ты нельзя доверять никому кроме себя как ты можешь верить людям не понимаю этого я столько раз говорю тебе не приближаться ко мне но ты настойчиво не желала слушать почему ты доверяешь мне я не знала что ответить на это притихло избегая смотреть ему глаза я всем доверяю пока не появится причина поступать иначе ты ранил мои чувства но не сделал мне ничего плохого почему я не должна тебе доверять кай молчал продолжаете когда мы пришли медкабинетка осторожно положил меня на кровать честно говоря и удивилась что он просто не бросил меня как мешок с мусором которым он меня вероятно всегда считал просто не быстро намокли от стекающей с меня воды я чихнула медкабинете было довольно холодно я замерзла окончательно медсестра подозрительно на нас посмотрела что происходит кайкун она ободрала колено и не могла идти вот я и принес ее надеюсь вы примете меры от ничего серьезного не двигайся детка медсестра подошла ко мне приложила руку к моему колену но я остановила ее пока она не успела исцелить его я никак не могла отказаться от мысли отомстить каю и кажется только что нашла отличный способ это сделать мистительная какая девочка и пластыря будет достаточно пластыря она недоуменно посмотрел на меня кивнула на колено но я могу залечить эту ссадину без особых усилий свидания останется я считаю что этим должен заняться кайкун так как я здесь по его вине она просто вредничает кайку мне будет приятно если это сделаешь ты его глаза осузились он сверлил меня взглядом но грубить присутствие медсестры не решался ладно разбирайтесь сами у меня очень много работы так что позовите если понадобишь она загадочно улыбнулась оставила нас у них как я и предполагала кай высказался как только она ушла ну вот спровоцировала что ты творишь к золке от думал я буду паинка после того что ты сделал вчера ты бросил меня одну ночью незнакомом городе я не хочу это сейчас обсуждать я не конфликтный человек но никому не позволю обращаться со мной так как кай а когда если мы сейчас это не обсудим то опять уйдешь и будешь меня избегать ты ничего не знаешь тут ты прав я ничего не знаю не тебе не причинах твоего поведения но это не повод что я не хочу это не потому что я не хочу узнать а потому что ты мне не позволяешь так что не ставь это мне в упрек никто не должен знать в том числе и ты не думай что ты особенно но я считаю что ты должен хотя бы извиниться за свое отвратительное поведение я всегда была добра к тебе не заслуживаю такого отношения я ничего тебе не должен кайку неужели ты действительно такой бессердечный слухи не врут я думала что мы начали ладить что-то изменилось говорят что у тебя нет души сначала это показалось мне невозможным теперь я начинаю поднимать почему ходят такие слухи на его лице промелькнул удивление он вздрогнул как от удара секунду он задумчиво молчал я даже не представляла что могла бы прочесть тот момент его мыслях подобных случаях я почти счастлива что он блокирует свой разум можешь верить этим слухом если тебе нравится я тебе не запрещаю никому не запрещаю но чтобы обо мне не думали измениться я не смогу а я думаю что сможешь стоит только попробовать я верю в тебя повисло неловкое напряженное молчание спустя несколько мгновений кай повернулся он раскрыл шкафчик в углу комнаты достав оттуда пластырь и спрей анестетика он подошел ко мне и направил спрей на моё царапанное колено что ты делаешь а на что похоже кай раздраженно прикрикнул на меня затем замялся и уже более спокойно продолжил будет больно это ты так изменяешься думаю как хочешь он распылил спрей и женя в колени заставил меня застынать от боли ай больно я предупреждал кай коснулся раны ватным шариком я удивилась тому как мягко он это сделал промыв рано он приклеил на ранку большой пластырь коснувшись меня своими холодными пальцами готова и попроснел вот и замечательно идти сможешь не уверена я спустилась кровать и встала на ноги колено прошила резкой болью и нога внезапно подкосилась кай быстро подхватил меня не позволяя упасть как только я нормально встала он пустил меня нерешительно взглянул глаза мне снова тебя не понести ха-ха я невольно рассмеялась увидев неожиданное смущение к я чем еще больше выгнала его в краску буду немного прихрамывать найти смогу спасибо кай быстро развернулся и скрылся за дверью как бы мне хотелось знать что происходит в его голове почему не может открыто выражать свои эмоции наконец-то обед на улице все еще шел дождь так что выбор места для обеда был невелик двор и крыша сразу подали да уж немного вариантов осталось я решила поесть классе столовая была битком набита людьми я бы точно сошла с ума уже через пять минут от чужих мыслей возвращаясь из столовой класс я заметила каю который направлялся к выходу куда он там же до сих пор льет как из ведра он же не под дочь собрался выходить надо узнать что он себе думает кай убежал утром мне не хотелось оставлять все как есть я знала что он не заговорит первым поэтому взяла инициативу в свои руки эй кайку я поймала его прежде чем он успел уйти кай становился удивленно посмотрев на меня козуоки он замялся определенно чувствую себя неловко после утренних происшествий твоя нога он посмотрел на моё колено все еще заклеенное тем самым пластырем что лучше да ты хорошо его обработал уже почти не болит хорошо ты же не беспокоился обо мне конечно же нет зачем тратить время на такую чушь ну да конечно к слову куда ты идешь за окном жуткий ливень столов очень много народу слишком шума но если ты выйдешь под дождь то можешь простудиться ты же не беспокоишься обо мне аха очень смешно я бы не хотелось чтобы ты заболел вот и все уверена в нашей школе найдется ни одно место где можно спокойно пообедать например библиотека там нельзя есть кабинета геномы сенсея черт из 2 я буду с ним обедать ну тогда любой пустой класс почему это тебя заботит тебя не касается где я буду обедать я подумал что было бы неплохо пообедать вместе тебе не обязательно всегда быть одному правильно я понимаю что ты не собираешься оставить меня в покое как бы я не грубил тебя ты все равно возвращаешься пиявка присосах ну раньше меня никто не называл пиявкой неважно я понял что запретить тебе ходить за мной невозможно так что можешь пойти со мной если хочешь вместе пообедать кай схватил меня за руку потащил за собой прямо по коридору а не думал что кай который терпеть не может когда к нему прикасаются будет держать меня за руку что это все значит я не ощущала никаких эмоций от его прикосновения но зато он перестал распространять вокруг себя волны ненависти зачем ты держишь меня за руку ты слишком медленно ходишь если ты хочешь идти со мной то должна придерживаться моего темпа ладно и куда мы идем не знаю надо придумать пока обед не закончился поздно может пойдем мой класс телепатии он должен быть пустым кай согласился мы пошли в комнату 11 которая оказалась пустой как я и предполагала мы сели за парт и друг напротив друга начали есть атмосфера была не такой напряженной как обычно наоборот она была какой-то уютный хотя и не понимала почему может дело в том что он наконец-то тоже стал читать считать меня своим другом я обрадовалась этому мы сидели вдвоем вместе обедали нельзя отрицать что кай циничный хам у него были положительные стороны почему ты на меня так пялишься положительные стороны что я на тебя не пялилась да прости я немного замечталась просто думаю о том как хорошо что мы наконец-то проводим время вместе и не ссоримся вчера ночью я думаю что ты меня действительно ненавидишь ты должна кое-что понять к злойке меня не было выбора оставить тебя там было лучшим выходом лучшим выходом если бы я тогда не ушел то потерял бы контроль над своими силами сделал тебе больно таки сима знает как вывести меня из себя разозлить настолько чтобы я потерял над собой контроль он не лгал когда говорю что ты не защищала бы меня если бы знала правду кайкун ты оставил меня одну чтобы защитить кай неохотно кивну тогда прости что накричала на тебя ты прав я действительно не поняла ситуации но реку не прав какой бы разрушительной не была твоя способность до тех пор пока ты не используешь ее во вред другим я всегда буду на твоей стороне ты не виноват в том что тебе досталась такая сила ты пытаешься не допустить чтобы она вышла из под контроля вот что действительно важно к звуке кай посмотрел мне в глаза и лицо его было сплошь красным я я пытался что-то сказать но его слова утонули так не кстати раздавшимся звонки этот резкий звук будто вернул кай в обычное состояние он быстро встал и собрал свои вещи до встречи до выходя из класса к столкнулся с парой телепатов которые встретили его удивленными взглядами теперь они все гадали что кай делал со мной наедине в пустом классе и продолжим с вами в следующей части пока пока